Задолженность собственника за обслуживание судна, а также по выплате зарплаты экипажу составляет около 380 тысяч евро. В столичном порту Эстонии Палисаре был арестован российский грузовой паром Петерсбак, передает местное издание Maritime Bulletin. Сообщается, что арест был наложен из-за долгов. Помимо этого, экипаж корабля уже долгое время не получал заработную плату. Последние выплаты были перечислены морякам в феврале текущего года. Российский корабль находится в Таллине с апреля 2018 года, где предполагалось, что судно будет отремонтировано. Долг компании Black Sea Ferry and Investments, который принадлежит корабль Петерсбак, по данным издания, составляет около 350 тысяч евро. По предположению экспертов издания, российская система может сбивать объекты на высоте до 200 километров, наводиться на самолеты-невидимки. Издание The National Interest заявило, что новая российская ЗРК С-500 не имеет аналогов в мире. В своем материале журнал отмечает, что С-500 — одна из приоритетных российских разработок. Эксперты подчеркнули, что характеристики ЗРК не дают оснований сомневаться в его высоких возможностях. По информации оборонных источников США, проведенные Россией испытания показали действенность данной системы на расстояниях, которые ранее считались невозможными для ЗРК, так, американские СМИ заявили, что С-500 успешно поразило цель на удалении около 481 километра. Эксперты оценили, что это на 80,4 километра больше, чем способна преодолеть любая подобная система. По данным The National Interest, система использует несколько типов ракет в зависимости от уровня потенциальной угрозы расстояния. Например, для отражения атаки баллистического оружия С-500 применяет ракеты, которые способны поражать цели, передвигающиеся со скоростью до 7 километров в секунду. По предположению экспертов из Дания, российская система может сбивать объекты на высоте до 200 километров и может наводиться на самолеты-невидимки. ЗРК С-500 — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Также она может перехватывать объекты в ближнем космосе.